Уже не первый раз преподаватели технологического университета, студенты старших курсов БГТУ, молодые специалисты и работники МПЗ встречаются в Мозыре. В рамках круглого стола здесь обсуждают современную теоретическую подготовку специалистов нефтехимической промышленности. Такая встреча носит не только теоретический, но и практический характер. Сегодня проводится уже третье такое мероприятие. В прошлом году, в позапрошлом Мозырский нефтеперерабатывающий завод приглашал коллектив преподавателей и студентов. И на самом деле те проблемы, те краеугольные камни подготовки специалистов, которые мы выявляем в ходе обсуждения, мы ложим в основу совершенствования учебных программ. В частности, по итогам такого семинара в 2011 году был разработан комплексный план совершенствованной подготовки специалистов, конкретно для Мозырского нефтеперерабатывающего завода, который включал более 20 мероприятий, в том числе внесение изменений в программы учебной совершенствовании практической подготовки, подготовки индивидуальных заданий на практику, дипломное курсовое проектирование. И мы четко работали, сработали в соответствии с этим планом. И действительно, я думаю, что качество подготовки, но сегодня мы, может быть, не увидим результата, но в ближайшее время, я думаю, что и предприятие тоже это оценит. Предприятие уровня Мозырского нефтеперерабатывающего принимает на работу только грамотных, высококвалифицированных и заинтересованных людей. Ведь от вклада каждого зависит развитие перерабатывающего комплекса и экономика не только района, но и целой республики. Поэтому в разработке и обсуждении учебной программы будущих сотрудников администрация НПЗ принимает активное участие. Это такая форма работы с ВУЗом предприятия, как отмечают руководители ВУЗа, наверное, единственные в Беларуси. Мы ожидаем от этого, и уже мы получаем первые плоды, того, что специалисты, которые придут к нам на работу после окончания этого ВУЗа, будут подготовлены более приспособленными для работы именно на нашем предприятии. С большим интересом на этой встрече слушают не только руководители установок и представители университета, но и молодых специалистов. Ведь именно они могут оценить, как на самом деле теоретические навыки помогают в практической работе на предприятии. Восемь лет назад, сразу после окончания БГТУ, Олеся устроилась на нефтеперерабатывающий завод. Сейчас это грамотный специалист высокого класса. Но было время, когда запаса университетских знаний было недостаточно. Приходилось много учить уже на практике. Я думаю, что для молодых специалистов это, прежде всего, возможность высказаться в том плане, в том ракурсе, что чего мне не хватило, чего мне не хватает, придя на предприятие. То есть все мы приходим теоретиками, это понятно, практики у нас мало. А здесь, когда мы сталкиваемся с реальными производствами, четко ощущаешь, в какой отрасли, чего вот все-таки тебе не хватило. Выйдя из университета. И такие встречи, это возможность высказать, то есть напрямую донести до преподавателей, что вот, скажем так, вот в этой области, в этом направлении хотелось бы получить больше, ну, в том числе, наверное, и теоретических знаний. То, что касается результативности этой встречи, то, да, конечно, эта встреча проводится уже не первый год, и преподаватели, профессоры, они внимательно выслушивают все высказывания на этой встрече и реализовывают в своих учебных программах, а это очень важно. Осознавая всю ценность такого сотрудничества, преподаватели университета используют время в МОЗРе с толком. На стажировках они изучают новое оборудование и знакомятся с процессами производства, а после уже на лекциях дают эту информацию студентам. Также приглашают нефтепереработчиков в аудитории в качестве временных лекторов. Было отмечено, что у нас используется такое оборудование, которого еще нет, конечно, в ВУЗе и работе, на котором не обучаются наши студенты, будущие наши работники. И поэтому приезжали преподаватели, проходили стажировку, значит, и это по их узывам очень положительно отразилось, и на учебном процессе тоже. Сейчас поступило к нам письмо из технологического университета, приглашают наших работников, которые не так давно закончили ВУЗ, чтобы они приехали в университет и выступили перед студентами. И где-то тем, кто не хочет учиться, думаю, что это не очень важно, главное получить диплом, чтобы убедили их в том, что необходимо учиться. Потому что без знаний сейчас на таких предприятиях, как Мозырский НПЗ, это технологически одно из передовых предприятий в республике и в СНГ, что без знаний работать на таком предприятии нельзя. Ну, работать в принципе можно, но достичь каких-то результатов карьерного роста, а молодежь наша стремится к карьерному росту, занять лидирующие позиции, руководителем стать, если нету знаний, то ты этого не можешь достичь. Столичная кузница молодых технологов в сотрудничестве с самым оснащенным перерабатывающим предприятием СНГ только рада. Ведь это неплохая возможность идти в ногу со временем и учить так, чтобы молодые специалисты не нуждались в серьезном дополнительном самообразовании уже после получения диплома. Кстати, в скором времени специалистов для НПЗ будут готовить по совершенно новому учебному курсу в два этапа. В современных условиях та система подготовки, которая существует в ВУЗах, она все же, кроме практической составляющей, во главу угла ложит, наверное, фундаментальную подготовку. Поэтому специалист получается широкого профиля, он может находить варианты решения проблемы, но тем не менее для решения конкретных прикладных задач он не всегда готов. И в этой связи целесообразно видится то, чем уже, в общем-то, занимается и Министерство образования, и ВУЗы, это переход к двухступенчатой системе подготовки двухуровневой. Первая ступень сокращенно, более не пять, а четыре, четыре с половиной года подготовка на первой ступени, после чего мы получаем, будем так говорить, эксплуатационщика. Специалисты, которые приходят на предприятие, практически готовы решать какие-то локальные задачи. Вторая ступень, практика ориентированная магистратура, обучение полтора-два года, она позволит решать проблемы, связанные с подготовкой уже конструкторов, специалистов с творческим мышлением. Их нужно меньше, не все будут обучаться на второй ступени. Ну и, соответственно, вот эти подходы мы планируем обсуждать применительно к специальностям, по которым готовим для Мозырского нефтеперерабатывающего завода и сегодня в частности. Это встреча за круглым столом, открытая площадка для мнений, здесь высказываются студенты и уже опытные работники НПЗ, администрация предприятия и преподавательский состав университета. Конструктивный диалог, который ведут заинтересованные стороны, безусловно, даст положительные результаты, ведь уже сейчас учебные программы переработаны в соответствии с технологическими особенностями Мозырского НПЗ. Катерина Булотецкая, Вячеслав Пересыпкин, телеканал Мозырь.